Здравствуйте! Сегодня я вот о чём хочу поговорить. Очень много приходит писем и сообщений на такую тему. Вот посмотрите такого-то человека, что вы можете о нём сказать. Вот вы знаете, просматривать всех людей, которые болтают в интернете, я не собираюсь. У меня просто на это не хватит времени. Во-вторых, когда человек приходит и говорит, что я, ну, бог Шива, так, доказательства, пожалуйста. Как можно вообще воспринимать таких болтунов без доказательств? Если, допустим, что-то говорит политолог или востоковед, но он, извините меня, политолог или востоковед, или имеющий к этому отношение человек. Да, такого человека можно послушать. Мне вот, допустим, очень нравится профессор Сатановский. Но когда вот приходит и говорит, я богиня Шакти, ну, извините меня, а где доказательства? И вот сидишь вот в интернете, смотришь, ну, просто диву даёшься, вот. Насколько люди, и они сидят и слушают. А почему они слушают? Потому что то, что говорит этот человек, близко к этим людям. Тот человек, которому это не надо, он просто этих болтунов слушать не будет. На сегодняшний день я уже неоднократно говорила, чтобы давали доказательства того, что ты действительно что-то умеешь. Доказательства своего, если ты бог или богиня, дай доказательства своего совершенствования. Ты должен быть совершенным. А не просто так. Иисус у нас был совершенным. Он предсказывал, он ходил по воде. И, ну, хотя бы, извините меня, хотя бы предсказание, ну, хоть что-то, какой-то дар у таких вот болтунов должен быть. Хотя, в общем-то, мы никакого дара не видим. Вот даже взять Кейде Убер из Франции, которую, как бы, НТВ протянуло там, хотела сделать из неё вторую вангу. Ну, в общем-то, на сегодняшний день она так уже затухла, затихла. А почему? Потому что все эти предсказания, которые, в общем-то, она делала, это делала, конечно же, её мама, потому что девочка, ну, явно, ну, больной ребёнок. Зачем же к больному ребёнку-то, как говорится, листья и телевидению? А, ну, люди там, люди там явно, людей там явно нет. И её практически нету. Хотя она так всплыла, и теперь всплыла. Ну, так получается. И, в общем-то, вот, и получается, что вот эти люди, они все, вот, кого вы не возьмите, они так всплывают и уплывают. А почему? Потому что доказательств нет. Потому что предсказание не сбывается. Я не говорю, что надо, чтобы сбывались предсказания на 100%. Конечно же, нет, 100% не может быть. Даже у Ванги было 72,8%. Но какие-то предсказания, в общем-то, можно давать. Ты покажи свой дар, покажи своё совершенствование. Тогда ты можешь говорить о том, что ты там разговариваешь с Богом или ещё что-то. Ты вообще докажи, что ты разговариваешь с Богом. Бог-то ведь говорит посредством сна или посредством ясновидения. А не просто так Он тебе что-то там объясняет. Я того убью, я этого зарежу, я это самое. Так ты сначала это сделай, а потом, в общем-то, будешь говорить. И поэтому мне уже просто надоело вот читать вот эти письма. Читать они известно ком. Я их даже прослушивать и просматривать не собираюсь, потому что их просто полчища в интернете. Поэтому очень прошу о всяких болтунах бездоказательных. Мне сообщения и письма не присылать. Спасибо за внимание.